МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Фатимиси Дометова о последних событиях прямо сейчас. Под ведомственные учреждения Госкомнация. Планы и направления на 2020-й. В Крыму прошла всероссийская акция «Онкопатроль». Как жителям села Столбовое удалось получить грант на благоустройство? В Симферополе отметили 85-летие крымско-татарского поэта Беляла Мамбета. Новый тренажерный зал открыли в Крыму. Кто стал инициатором? Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о готовности выступить поручителем предпринимателя Олега Зубкова в суде. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях. Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имея права. Он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом. Зубкова арестовал Белогорский районный суд. Как сообщила руководитель пресс-службы парка «Тайган» Татьяна Алексагина, представителем СМИ, это связано с тем, что 20 января он не явился в суд по факту нападения льва на туристку. Под стражу он будет находиться два месяца. Новым министром внутренней политики информации связи Республики Крым стал Михаил Афанасьев. Указ о его назначении подписал глава Крыма Сергей Аксенов. До этого Афанасьев работал заместителем министра труда и социальной защиты Республики, а с августа 2019 года руководил городом Саки. Напомним, ранее данную должность занимал Сергей Зырянов. Вчера Аксенов принял его отставку. Анифе Сулейманова просят помощи. В ее дом 1956 года не проведен газ и протекает крыша. Дом в аварийном состоянии. В нем, кроме пенсионерки, проживает еще четыре человека. Как к Анифе Ханум приехал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Парламентарий пообещал помочь пожилой женщине и отметил, в ближайшее время комиссия оценит состояние жилого помещения на предмет аварийности. В случае, если дом не признают аварийным, в нем проведут капитальные ремонты за счет внебюджетных средств. Мы в любом случае семью не оставим в таких условиях. По истечению недели, я думаю, мы сможем уже проинформировать и людей, и, естественно, администрацию о принятых решениях. Проукраинским политикам не живется спокойно. Ахтем Чайгос призвал крымских татар отдавать жизни за регресс Крыма в состав Украины. О том, что участники так называемого марша достоинства в Крым должны быть готовы погибнуть, Чайгос заявил накануне. Каждый будет принимать решение, как входить в Крым и что его там ждет. Что ждет, мы понимаем, но борьба за Крым, за Украину, она предусматривает, что ты жизнь свою тоже отдашь. Очередной раз паны пытаются привлечь внимание и толкнуть соотечественников на риск. Так цинично обесценивать жизнь крымских татар проукраинским политикам приходится не впервые. Напомним, главарь Меджли Сарифат Чубаров рассказал о намерении провести в мае акцию марш достоинства и упомянул, что если понадобится, попытается прорвать границу с Россией силой. Участники хотят пройти от пункта пропуска Чангар через границу с Россией в Крым. В Симферополе прошло заседание общественного совета при Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым. Обсудили планы подведомственных Госкомнацию Республики Крым учреждений в этом году. В Доме Дружбы Народов на этот год запланированы конференции, круглые столы, всего более 70 мероприятий, в том числе подготовка акций к пятилетию основания Дома Дружбы Народов. Масштабная подготовка идет к празднествам по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Планы утверждены, их приняли за основу. Юбилейная дата победы Великой Отечественной войны – 75 лет. Это знаковая дата. Планы будут насыщенные и интересные для жителей Крыма и гостей Крыма. О планах рассказали и в медиа-центре имени Исмела Гаспринского. В этом году учреждение сдаст около 30 книг на разных языках. К столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана опубликуют памятный альбом. Время проведения молодежного медиаформа планируют увеличить до двух дней с привлечением большего количества участников и спикеров. На заседании нашего общественного совета Ваган Васильевич рассказал о планах на этот год. И они действительно грандиозные. И дай бог, если они будут выполнены все, то это будет тоже большая победа нашего многонационального сообщества. Обсудили и возобновление работы национальных редакций на крымском телевидении. Это будет и исполнение стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, где четко, черным по белому написано о том, что в регионах должны существовать национальные редакции на телевидении. Также в Госкомнации прошло заседание земельной комиссии на повестке дня, предоставление участков по Симферополю, Симферопольскому району, а также исполнение протокольных решений заседания комиссии об исключении граждан, определившихся с выбором земельного участка для индивидуального строительства. Рассмотрели возможность о гражданах, которые должны быть исключены из списков реестра земля, в связи с тем, что в рамках международного взаимодействия отработан данный вопрос с Госкомрегистром, были получены сведения, что у данных граждан есть наличие земельных участков, которые относятся к виду разрешенного использования ИЖС. Такие граждане были исключены из списка, из реестра земля. В январе текущего года комиссия выезжала на территорию муниципального образования Симферополя, провели работу с гражданами на наличие объектов капитального строительства на территории бывших полян протеста. Если ранее это было 13 полян протеста еще в украинский период, на сегодняшний день это 5 полян, потому что по остальным 8 вопрос уже закрыт, людям предоставлены земельные участки, есть уже объекты капитального строительства и многие дома уже введены в эксплуатацию. По информации администрации, в ближайшее время будет предоставлена дорожная карта Симферополя и Симферопольского района по решению данных вопросов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек с рабочим визитом посетил село Столбовое. В прошлом году населенный пункт признали лучшим в Крыму, за что и наградили грантом на благоустройство. Руслан Минаев с подробностями. Ученики общеобразовательной школы проводят экскурсию по главной достопримечательности учебного заведения. Друзья, хочу обратить ваше внимание на морского летчика-штурмовика Акаева. Здесь разместился музей боевой славы летчиков-черноморцев. Открывали его энтузиасты военной истории. Работу начал поисковый отряд. Собирал материалы о жизни летчика Николая Токарева. Переписка велась более чем по 300 адресам. Их работу продолжают ученики и учителя. Экспозиция в холле школы представлена множеством фотоматериала и личными вещами военных. В частности, Николая Токарева, чьим именем названа эта школа. Главный же экспонат выставки – диорама, посвященная герою Советского Союза. В репродукции Николай Токарев сажает горящий самолет, подбитый в бою над Хельсинки. Коллекция музея насчитывает сотни экземпляров военной тематики. И пользуется спросом не только в селе, но и во всем Сакском районе. В памятные дни сюда ежегодно приезжают ветераны. Спасибо и вам за наставничество, ребят. Спасибо большое. Местные жители помнят историю своего села, а также следят за чистотой и благоустройством населенного пункта. В прошлом году Столбовое стало лучшим сельским поселением Крыма. Здесь успешно реализовали программу комфортной городской среды. Строить мы можем, а вот содержать потом это все. Здесь жители населенного пункта именно готовы содержать это, смотреть это, ухаживать, сохранять. Украшает главную улицу Столбового металлический сноб пшеницы. Почти трехметровый пучок из более чем тысячи колосьев для местных жителей символичен. В советские годы населенный пункт был одним из центров сельского хозяйства Сакского района. Это был птицесовхоз Токаревский, назван в честь героя Советского Союза Токарева. Совхоз-миллионер был, то есть это довольно-таки небедный был совхоз. Вечером центр Столбового напоминает южнобережный променад с лавочками и множеством огней. Все это, как отмечают в руководстве поселения, результат совместной работы жителей и администрации села. Инициатива идет от граждан, от жителей села. Конечно, реализация этого всего и изначальные проекты, это, конечно, депутатский корпус Столбовского совета и администрация поселения. После прогулки по улицам Столбового Руслан Бальбек встретился с депутатами и руководством поселения. В ходе беседы парламентарий отметил слаженные действия людей, которые работают на благо жителей села. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Крыму закрыли для движения участок дороги Орловка-Бахчисарай. Уже установили соответствующие дорожные знаки. Об этом сообщил пресс-секретарь строительной компании Григорий Назаров. На месте работала и наша съемочная группа. Подробности знает Султаньеси Такаева. Рабочие устанавливают последние бетонные блоки. Для удобства водителей есть соответствующие дорожные знаки. Участок дороги Бахчисарай-Орловка общей протяженностью 4 километра перекрыт в оба направления. Аналогичные знаки установлены с той стороны дороги на втором отрезке в районе села Долинное. Участок который закрывается для строительства путепровода, связь разобщенных территорий над трассой Таврида. Со стороны села Долинное бетонных блоков нет. Здесь вдоль дороги поля и персиковые сады. Их владельцам необходим доступ для ухода за растениями. Поэтому с той стороны установлены знаки и наливные блоки, которые показывают, что проезд в этом участке запрещен. Несмотря на ограничения, последним машинам все-таки удается проехать. А вот грузовикам и фурам приходится разворачиваться. Движение ограничено из-за строительно-монтажных работ на шестом участке трассы Таврида. А пока водители смогут добраться до Орловки села Долинное по альтернативной дороге Бахчисарай-Севастополь. А это чуть больше 5 километров. Работы планируют закончить до 15 марта текущего года. Тогда и возобновят движение. В Крыму объявлен карантин на два месяца. Запрещена торговля животными, их участие в выставках и учебные мероприятия для домашних животных. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов по случаю зафиксированного бешенства в 2020 году. Носитель вируса – леса. Зараженное животное обнаружили в районе Феодосии. Напоминаем, в 2019 году на полуострове и в городе Севастополе зафиксировано 44 случая бешенства среди диких и домашних животных. Опасная находка в Саксском районе. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили специалисты пиротехники. Взрывоопасный предмет весом 100 килограммов вывезли на специальный полигон. Там же и уничтожили. В 44-й Симферопольской школе имени Алимеп Денанова и прошел день открытых дверей. Участниками стали ученики, преподаватели и родители, чьи дети на следующий год пойдут в первый класс. О преимуществах учебного заведения и о достижениях учеников за три года рассказала директор школы Гульнара Муртазаева. На сегодняшний день у нас учебный план построен так, что по основной школе это 5 часов крымско-татарский язык и литература. И открыта единственная в республике инновационная площадка обучения на билингвальной основе, то есть двуязычие. По словам руководителя общеобразовательного заведения, сегодня в 44-й школе хотят учиться не только жители микрорайона Фонтаны, но и всего территориального округа. А это проживающие в микрорайонах мечети, на улицах Гавена, а также 60 лет октября. Сейчас у нас в школе обучается 1200 детей, из них 680 это начальная школа. Мы достаточно славны своими многодетными семьями, поэтому 600 детей у нас льготная категория, это 3-4 ребенка и больше. Родители познакомились с учителями школы, спросили сотрудников о дополнительном образовании и спортивных секциях, а также уточнили информацию о необходимых документах для принятия первоклассников в это учебное заведение. Депутат Госдумы Руслан Бальбек встретился со спортсменами, общественными и религиозными деятелями района. Парламентарий отметил высокий уровень взаимоуважения и доверия в Сакском районе между представителями разных сфер. Также на встрече подвели итоги прошлого года. Лауреатов международных и региональных турниров отметили благодарностями и грамотами. Собрались люди, которые понимают, что движение вперед зависит от того, насколько они будут уважать друг друга, насколько будут доверять друг другу. Ну и соответственно все эти параметры позволяют нам быть ближе друг к другу. В Симферополе прошла акция «Онкопатруль». Волонтеры-медики провели анкетирование и раздали профилактические листовки. День борьбы с раком объединяет все страны мира. Как уберечь себя от опасных заболеваний, расскажет Диана Бекмамбетова. Много ли вы знаете про дистанциализацию? Да. Да, вы ее проходите? Да, ежегодно, да. И вот в этой теме мы хотим провести анкетирование. Будущие медики проверяют уровень знаний крымчан о профилактике онкозаболеваний. Так в центре Симферополя проводят акцию «Онкопатруль». Цель – мотивировать горожан вести здоровый образ жизни. Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями проводят 4 февраля. Это ежегодное мероприятие, которое организует Международный противораковый союз. Такая акция находит живой отклик у населения. Ну, у меня супруга умерла от рака. Рак чего был? Поджелудочный. У подружки мама раком болела? Очень важно. Надо, чтобы население как-то больше об этом знало и больше информации в населении. И как-то вот, конечно, важно. Личные консультации можно получить в Центре медицинской профилактики и в организациях Минздрава Республики. Ежегодно в мире от рака и других онкологических заболеваний умирает около 10 миллионов человек ежегодно. То есть, это население огромного мегаполиса или даже население небольшой страны. Поэтому мероприятия профилактики, лечения онкозаболеваний, конечно, остаются актуальными. Специалисты напоминают о диагностике и профилактике злокачественных опухолей. К ним относится отказ от курения. Особенно это касается молодого поколения. Важна физическая активность и правильное питание. Третий момент – контроль массы тела. То, что касается возможностей самих граждан, они, если им следовать, этим мероприятиям, они способны снизить заболеваемость на 43%. То есть, достаточно серьезная цифра. Во избежание патологии у женщин медики настоятельно рекомендуют вакцинацию. Она позволяет снизить риск инфицирования вирусом, папилом и человека. А это главный возбудитель инфекций. В таких странах Северной Европы, как Дания, Швеция, в общем-то, вакцина-профилактика – это государственная программа. И в течение последних 10-12 лет этим странам удалось снизить заболеваемость раком шейки матки где-то на 60%. Я считаю, что это достаточно большой прогресс. Поэтому мы должны к этому стремиться. Онкогинекологи всей страны призывают внедрить эту программу на государственном уровне. Это позволит снизить риск развития опасного заболевания до минимума. Диана Викмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. 85 лет со дня рождения известного крымско-татарского поэта Беляла Мамбета отметили в Симферополе. Вспомнить творческую личность пришли родственники, друзья и поклонники творчества прославленного писателя. Он родился 2 февраля 1935 года в деревне Коз, ныне Солнечная долина Судакского городского округа. Начал писать стихи в школьные годы. Издал около 15 книг, редактировала их его супруга. Белял Мамбет один из тех, кто привел Урия Эдемову в литературный мир. Именно он дал ей нужное направление в писательской деятельности. С тех пор, как я закончила техникум Гауна-университет, мы больше не разлучались. Все делали вместе. Работали, писали, стремились возродить культуру. Белял Мамбет занимает значимое место в крымско-татарской литературе. Его произведения отображали большую любовь к своему народу, языку и родине. Его перу принадлежат легенды, сказки и публицистические статьи. Большую часть творчества посвятил детям. А книга о крымско-татарской кухне «Крым татар» Емекляра, которая вышла в начале 90-х, до сих пор не теряет своей актуальности. Песни на его стихи исполняли известные артисты Крыма. Белял Мамбет ушел из жизни 27 апреля 2009 года в Симферополе. Но он все еще живет в своих произведениях и сердцах крымских татар. В Крыму отметили Всемирный день хиджаба. Более 50 девушек и женщин разных возрастов собралось в Муфтиате Республики. Организаторы праздника подготовили для гостей тематические лекции, рассказали об истории хиджаба и его предназначении. Секретами стильного гардероба и современными тенденциями мусульманской моды поделилась Эльма Саметова. Исламская мода в настоящее время очень актуализировалась. И это направление на данный момент занимает 11% общей мировой индустрии моды. Это очень быстрорастущий сегмент. И интересов с каждым годом будет в этом направлении все больше и больше. Поэтому хочется, чтобы мусульманки Крыма тоже проявляли больше внимания и интереса к этой теме, для того, чтобы быть вот такими наполненными, яркими и при этом оставаться крымскими татарками. Вниманию гостей мероприятия представили фильм об истории национальной одежды крымской татарки. Также их ожидали разные конкурсы и мастер-классы. Каждый год мы празднуем в разных форматах. Это связано, конечно, с нашими возможностями. Три года назад мы впервые в Крыму отметили День хиджаба. В этом году решили отпраздновать в стенах духовного управления. И нас очень порадовало то, что сюда пришли новые лица. И это были не только представительницы нашим народом. Четыре спортивных зоны, более 150 тренажеров, удобные душевые и раздевалки. В селе Родниково и Симферопольского района открыли новый спортивный комплекс. Это уже девятый спортзал, построенный по программе «Спортзал в каждый населенный пункт». Его возвели всего за 8 месяцев. На торжественном открытии побывал и наш корреспондент Севиля Миметова. Таким образом, три минуты работать – это хорошо, как загружают руки, и скорость, и чувство дистанции. Известный профессиональный боксер Артур Зиединов рассказывает об особенностях нового спортивного зала, который открылся в селе Родниково и Симферопольского района. Здесь есть все условия для того, чтобы заниматься, быть в форме и достойно готовить чемпионов в будущем, иншаллах. Я вот, например, занимаюсь в Монреале. У нас в Монреале даже не везде есть такие условия, чтобы заниматься. Здесь этот зал построен с любовью, так как я и мой дядя Усман, мы любим очень спорт с детства. Здесь максимально все, что мы могли собрать в этом зале. Это самый крупный технически оснащенный спортзал, открытый по благотворительной программе спортзал в каждый населенный пункт. Его возвели всего за 8 месяцев. Меценатом в строительстве комплекса выступил Усман Зиединов. Он неоднократно оказывал помощь во многих спортивных проектах. Общая площадь – 900 квадратных метров. Здесь более 150 тренажеров, удобные раздевалки и душевые. В ближайшее время будет продолжен и отдельно будет пристроен спа-комплекс, который будет учитывать возможность релакса для наших спортсменов. Мы уже поговорили и с главой администрации района. Я думаю, что, в принципе, данный спортивный комплекс на данном этапе – один из лучших, можно сказать, лучших в Крыму. Как отметил Рустам Казаков, в таком спортивном зале будут воспитываться будущие олимпийские чемпионы. Чтобы защищали честь Крыма и России. И поэтому, благодаря таким людям, у нас будут сотни заниматься здесь, в этом зале. И я уверен, будут у нас чемпионы мира и олимпийских игр. Зал разделен на четыре зоны. Боксерский ринг, борцовская зона, работа с легкими весами и кардиотренировки. Качественное оборудование и борцовский ковер оценил и трехкратный чемпион по Курешу Изет Кадыров. Он отметил, ему не довелось тренироваться в таких оснащенных и комфортных залах. В этом зале будут неоднократные чемпионы. А в Аксменсе, с таким залом, я думаю, иншаллах, результат сразу даст себе знать. На торжественной церемонии открытия собрались сотни человек. Первыми красную ленту перерезали олимпийский чемпион Рустем Казаков, крымский лев Артур Зиядинов, его первый тренер Сергей Лапин и меценат Осман Зиядинов. Также здесь разыграли ценные призы от спонсоров. Среди них велосипеды, боксерские перчатки, мячи, спортивные сумки и другие подарки. А главным сюрпризом для гостей стало обещание прославленного крымского боксера Артура Зиядинова провести мастер-класс для всех желающих. Севелия Миметова, Ирвина Миралиев, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Патимисий Даметова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин